МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри сегодня в выпуске. Ряды первокурсников Казанского федерального. Обзоры турниров по шахматам и настольному теннису. Начнем сегодняшний выпуск с обзора серии игр Казанского Уникса в рамках Единой Лиги ВТБ. А также события, которого ждали многие. Противостояние Казанского Рубина и Краснодара. О самых запоминающихся моментах лучших игроков и, конечно же, результатах матчей расскажет Амир Сабиров. На прошедшей неделе Казанский Уникс провел три игры в рамках Единой Лиги ВТБ. Первым идет матч, прошедший 20 апреля в Баскетхолле. В соперниках Парма. Почти весь матч игра была на удивление равная. 16-16 в первой, 22-20 во второй и 11-11 в третьей. Решающим стал последний отрезок, где Уникс с явным преимуществом 4-20 взял верх. Итого 69-51 за Казанцами. Больше всего очков набрал Джамар Смит. На его счету 17 баллов. Через день казанцы гостили в Красноярске. Здесь Уникс тоже ждала непростая игра против Енисея. Несмотря на большую разницу в таблице, хозяева дали хороший бой Униксу. Первые две четверти остались за гостями. 31-20 и 16-13. В третий счет был равный. 25-25. А заключительный отрезок и вовсе остался за Енисеем. 19-12. К концу в третий счет на табло 84-77 за Казанью. И это пятая победа подряд за баскетболистами из столицы Татарстана. 25-го апреля Уникс проводил последний матч регулярного чемпионата против локомотива Кубань. Перед финалом Еврокубка казанцы решили приберечь всех основных игроков. И на поле баскетхола вышли баскетболисты ближайшего резерва. Гости из Кубани, уступив первый отрезок, разгромили Уникс во второй и третий четвертях. Это и принесло им уверенную победу. 98-77. Лучшим игроком стал баскетболист-хозяев Павел Сергеев с 25 очками. Уникс закончил регулярку на третьем месте. Следующие матчи казанцы проведут против Монако. 27-го и 30-го апреля в рамках финала Еврокубка. В субботу, 25-го апреля, казанский Рубин на Акбарс-арене принимал Краснодар. В рамках 27-го тура российской премьер-лиги. Казанцы, без травмированных Вичи и Макарова, в первом тайме выглядели очень слабо. Краснодар почти все 45 минут контролировал мяч на чужой половине поля. И создавал моменты у ворот Юрия Дюпина. Один такой шанс быки все-таки реализовали. Алексей Ионов получил пас от Классена на правом фланге и попал в ближний угол ворот Рубина. 1-0. Гости празднуют. Второй отрезок Казань провела лучше первого. Хозяева смогли отодвинуть игру от своих ворот. Леонид Слуцкий решился на замены. Вышли Солтмурат Бакаев, Иван Игнатьев, Леон Мусаев. Но и они не смогли распечатать ворота Матфея Сафонова. Краснодар спокойно довел игру до конца и одержал первую победу во главе с Виктором Гончаренко. А Рубин остается на четвертом месте за три тура до конца чемпионата. Амир Сабиров, Ели Спорта. Продолжаем выпуск «Баскетболом». 20 и 22 апреля в Академии спорта состоялась финальная часть турнира студенческой баскетбольной лиги. Смог ли Казанский федеральный университет взять реванш? После чемпионата АСБ расскажет Яна Гарипова. Развязка очередного сезона студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан состоялась 20 и 22 апреля на паркете Академии спорта. Финальная часть турнира начинается с полуфинала. Среди женских команд Казанский федеральный университет встречался со своим принципиальным соперником – сборной Казанского авиационного института. С первых минут матча начался прессинг от обеих команд. Счет открывают девушки из КАИ, забивая трехочковый. До середины первой четверти КФУ значительно уступали своим соперницам по скорости. После таймаута, взятого федералами, игра начала набирать обороты. Но все же первая четверть заканчивается со счетом 10-19 в пользу КАИ. Вторую четверть девушки сборной КАИ начинают агрессивно и грубо. Такой подход сборной КАИ приводит к ненужным штрафным в их кольцо, что позволяет федералам вырваться вперед. Во второй половине второй четверти КАИ начинают играть более спокойно и больше от обороны. Такая тактика помогает авиационному институту остаться в лидерах со счетом 23-35. Вторая половина игры началась под диктовку КФУ. По ходу третьей четверти девушки авиационного института стали пропускать все чаще и чаще, что позволило девушкам федерального впервые выйти вперед в матче со счетом 40-45. В четвертой четверти КАИ окончательно теряют свой настрой, что позволяет федералам забрать победу в последние 10 минутки со счетом 57-52 и выйти в финал. В полуфинальном матче среди мужчин сборной КФУ противостоял Казанский государственный энергетический университет. Первую четверть игры начинают юлбарсы двухочковым броском в кольцо КГУ. Но их лидерство длилось недолго. Спустя несколько минут баскетболисты энергетиков забивают трехочковый, вырываясь вперед. Энерго взяли игру в свои руки, не отдавая преимущества перед конкурентами. Счет первого отрезка игры 12-15. Во втором отрезке счет по-прежнему оставался в пользу КГУ, но в последнюю минуту четверти Казанский федеральный забивает трехочковый 31-32. Третий отрезок КФУ начинают довольно плохо, все чаще пропуская броски в свое кольцо. Взятый тайм-аут и наставление тренера не особо внесли лепту в развитие игры. Федералы проигрывают отрезок со счетом 44-49. К следующей, четвертой четверти, федералы явно начали разыгрываться, забивая не просто мячи из-под кольца, а трехочковые. Они решительно настроены на место в финале, все чаще прессингуют соперников и заставляя их уходить в оборону. Агрессия, частые тайм-ауты, фолы – все это про последний отрезок игры. КФУ выходит вперед 66-55. В финальных матчах обеим сборным федерального университета противостояли сборной Академии спорта. В матче среди девушек с первых минут КФУ вырвались вперед, не отдавая мяч соперникам. Из-за хорошей защиты команды КФУ Академия часто совершала потери мяча и не могла реализовывать свои броски. Федералы крепко закрепились на территории Поволжья, не давая Академии прийти в игру. Первая четверть закончилась со счетом 10-12 в пользу КФУ. На втором отрезке игры Академия взяла игру в свои руки, выигрывая соперников по скорости и количеству бросков. Поволжья ведет. Частота закидывания трехочковых, быстрые подборы мяча помогло Академии выиграть четверть со счетом 24-20. Сразу с начала третьей четверти Академия забрала лидерство себе. Постоянно оказываясь в зоне КФУ, броском за броском забивая мячи, Академия спорта создает отрыв в 11 очков перед четвертой четвертью. КФУ окончательно теряет свой настрой на хорошую игру. Все больше допускает ошибки и позволяет забивать себе с разных углов. Академия с каждой минутой последней четверти показывала агрессивную позицию, чем окончательно сбили темп игры сборной федерального университета. КФУ отдает первое место Поволжской Академии спорта со счетом 73-35. В матче между мужскими командами за чемпионский титул сразу же с начала четверти Академия прессингует федералов и на первой же минуте забивает трехочковый. Юлбарсы не сдаются и отвечают Академии таким же трехочковым. Но напоры защиты Академии не дают КФУ полностью влиться в игру. Федералы часто допускают ошибки, слабо защищают свою зону, что позволяет Академии одержать победу в четверти со счетом 19-11. Второй отрезок игры КФУ начали уже более активно. Под прессингом КФУ Академия начала сбавлять темп, и отсюда пошли ошибки. Много нереализованных моментов от Поволжской Академии спорта дает возможность федералам закончить вторую четверть с преимуществом 34-36. В третьем отрезке сборная КФУ начала агрессивную игру. Но это им не помогло, ведь в отличие от Академии, они не смогли продемонстрировать точность бросков. Сборная Академии хорошо работала на линии трехочковых бросков, забрасывая один за другим. Благодаря различным комбинациям в середине третьего отрезка Академия ведет свою игру и вновь выходит вперед. 50-47. В последнем отрезке обе сборные явно подустали, однако хозяева площадки находят в себе силы и уже на морально волевых дожимают сборную Федерального университета. Итоговый счет 65-52. Академия спорта в обоих матчах забирает золото студенческой баскетбольной лиги. Казанский федеральный университет серебром. Яна Гарипова, Евгений Алмазов, Карина Саяхова. Неделя спорта. Ну а теперь про настольный теннис. 20 апреля в центре бокса и настольного тенниса прошла спартакиада среди вузов Республики Татарстан. Кто стал чемпионом, а кто уступил? Узнаете в сюжете Дианы Рафиковой. 20 апреля в центре бокса и настольного тенниса состоялась спартакиада по настольному теннису среди вузов Республики Татарстан. Соревнования начались с предварительного этапа, по итогам которого стало известно, кто же из команд поборется за призовые места. В ходе игр каждый из участников продемонстрировал свои навыки и мастерство. Было заметно, что команды тщательным образом готовились к соревнованиям под руководством опытных тренеров. Присутствовали на площадке лидеры прошлых лет – сборные Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. В данных соревнованиях они вновь держали планку и показали, на что способны. В этом году сборная из КФУ, занявшая в 2020-м почетное четвертое место, вошла в число фаворитов. Продуктивность и результаты команды также значительно выросли. За третье место среди юношей боролись КГСУ и КФУ. Команды не уступали друг другу в силе и мастерстве, шли они почти параллельно. Из КФУшников особенно выделился Амир Тахержанов. Он не пропускал почти ни одного мяча в его сторону. Однако к третьей партии силы КФУ немного поубавились. Этим воспользовались парни из КГСУ. Они приложили немного усилий и одержали победу над Казанским федеральным. Среди девушек за бронзовые медали боролись КГСУ и КГУ. В отличие от парней, девушки отыгрывали партии гораздо быстрее. Однако подача игроков КГУ значительно уступала КГСУ. Снаряд то и дело задевал сетку или перелетал через стол. Также ребятам не хватало быстроты реакции, что в конечном итоге сказалось на счете. КГСУ заслуженно выиграли соперников. Финальная битва была напряженной. Среди мужчин за победу боролись представители ПГАФКСИД и КГУ. Сборные честно сражались до победного. Однако ребята из Академии спорта оказались сильнее. Так, талантливый игрок и многократный призер чемпионата России по настольному теннису Сади Исмаилов в полном объеме продемонстрировал свое мастерство и принес команде заветные очки. 3-0 в пользу ПГАФКСИД. Среди девушек за первое место боролись Академия спорта и КФУ. Несмотря на то, что команда ПГАФКСИД была сильнее, КФУшницы отлично держали удар и прекрасно отражали атаку. Но во второй и третьей игре ПГАФКСИД не оставили команде соперников шансов. Они молниеносно отбивали мячи и делали мощные подачи, которые КФУ были не в силах отразить. Игроки из Академии спорта вновь одержали победу. По итогам соревнования Академия спорта стала бесспорным чемпионом спартакиады. КГУ завоевала второе место, а КФУ получила почетное и не менее достойное третье место. Если смотреть на прошлые года, мы все время занимали четвертые места, в этом году третье, и это, да, радует. Диана Рафикова, Аделина Абдрахманова, Неделя спорта. От республиканских новостей переходим к событиям Казанского федерального университета. И на очереди всеми любимый мини-футбол. На этой неделе в культурно-спортивном комплексе «Уникс» фанаты студенческого футбола могли наблюдать за финальными играми в рамках спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Какой институт оказался сильнее и кто встретится с Юрфаком в матче за суперкубок КФУ? Узнаем в нашем следующем сюжете. 25 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли финальные встречи в рамках спартакиады студентов и аспирантов КФУ по мини-футболу. Первая полуфинальная встреча. Елабужский институт против института международных отношений. Сборная Елабуги с первых минут матча начала достаточно агрессивную игру, проводя малоуспешные комбинации на половине поля и мо. Первый тайм прошел практически под диктовку парней из института международных отношений. Лишь изредка Елабуга могла отвечать своим соперникам хорошей игрой. Елабужский институт в большинстве своем подкосил очереда нелепых фолов, которыми умело пользовался институт международных отношений. И даже в ходе удачных контратак Елабуги вратарь сборной международных отношений не давал им попасть в ворота. Итог матча 4-1. Международники выходят в финал. Во втором полуфинальном матче встречались команды Набережно-Челнинского института и Института геологии и нефтегазовых технологий. В ходе встречи команды показали достаточно вязкую игру. Неплохо проявили себя на голевых моментах геологи. И если бы не вратарь челнинцев, то исход встречи был бы совсем иной. Первый тайм показал нам хорошую техничную игру от обеих команд. Но, к сожалению, красивой комбинации не получилось реализовать в голы. Во втором тайме команды явно подустали, не забив в основное время ни одного мяча. Победители встречи выявляли в серии послематчевых пенальти, где в этой лотерее сильнее оказались футболисты сборной Набережных Челнов. Матч за третье место. Елабужский институт против Института геологии и нефтегазовых технологий. Встреча начинается с прессинга от Елабужского института. Но геологи не дали слабину и отвечали тем же. С первых минут геологи показывали хорошую, слаженную игру. Елабуга же не могла ответить тем же. Первый тайм закончился со счетом 3-0. Во втором отрезке игры сборная Елабужского института смогли все-таки один раз точно поразить ворота соперника. Но этого явно не хватило. Геологи делают счет 4-1 и забирают бронзу. Финал. Набережно-Челнинский институт против Института международных отношений. Чемпион Кубка КФУ 2019 года и финалист Кубка КФУ 2020-го под занавес чемпионата встречаются между собой в матче за золотые медали. Первый тайм команды начали с одинаковым рвением к победе. На протяжении 25 минут игрового времени команды то и дело обменивались опасными моментами и мощными ударами по воротам, которые вратари каждой команды с ловкостью отбивали. Но не всегда. Челнинцам удалось три раза поразить ворота Емо. Сами международники под конец встречи то и дело бросались к воротам Челнов, но безуспешно. Все удары отправлялись мимо ворот. 3-0. Набережно-Челнинский институт становится чемпионом. Яна Гарипова. Неделя спорта. Продолжим локальными новостями Федерального университета. 22 апреля перед главным зданием Казанского федерального состоялась 79-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты Республика Татарстан. Милюша Хакимова побывала на этом событии и прямо сейчас расскажет о всем самом интересном в своем сюжете. 22 апреля перед главным зданием КФУ прошла 79-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты Республики Татарстан. В этом году ее посвятили 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Несмотря на прохладную погоду, в забеге приняло участие порядка 600 человек. Они были разделены на 9 групп. Команды Казанского федерального университета, сотрудники районных администраций, школьники, учащиеся СУЗов и ВУЗов, рабочие молодежь, ветераны и слабослышащие, медицинские работники. Они соревновались на дистанции от 100 до 500 метров. Маршрут проходил вдоль учебных корпусов КФУ и по территории Казанского Кремля. Перед началом забега напутственные слова дали депутат Госдумы РФ Ильдар Гельмуддинов и председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов. Также были организованы танцевальные и вокальные выступления, как самих студентов федерального, так и приглашенных гостей, не оставивших никого равнодушными в такой пасмурный день. Подготовка к забегу у участников была хорошей. Находясь в ожидании своей очереди, никто не стоял на месте. Все разминались, разогревали мышцы и морально настраивались на победу. Эстафета – это командная работа, в которой каждый должен выложиться по полной, а в нужную минуту помочь тому, кто замедлился. Первыми побежали сотрудники районных администраций, отлично справившиеся со своей задачей, задав неплохой темп остальным участникам. Большой интерес вызвал забег ребят из Казанского федерального университета, в котором каждый участник защищал честь своего института. Студенты старались изо всех сил, буквально вырывая победу друг у друга. В конечном итоге в этой нелегкой борьбе кубок победителя забрал Институт управления экономики и финансов, что не стало неожиданностью. Немаловажной была поддержка тренера, который подбадривал своих подопечных, стоя рядом с ними. Ребята пробегали свой отрезок и спешили передать эстафету следующему участнику. В этом забеге приняли участие также люди пенсионного возраста, давшие фору молодому поколению своей подготовкой и отличной физической формой. Мне захотелось поучаствовать в этой эстафете сегодня, и я надеюсь, что я одержу в этой эстафете победу. Получается, вы всю жизнь увлекаетесь спортом? Да. Они защищали честь своих микрорайонов и достойно пробежали дистанцию. Награждение победителя проходило по окончании соревнований в каждой из девяти групп. Также между забегами участником, успешно сдавшим нормативы ГТО, вручали значки. Эстафета прошла очень насыщенно и интересно. Мы были очень рады и счастливы, так неожиданно. Сначала было очень тяжело бежать, а когда поняли то, что победили, прям так гордостью наполнилось. Первый этап мы проигрывали, мы шли четвертыми, но в итоге победили, да. Я прибежала первой на втором этапе. На третьем этапе мы прибежали вторые, но все-таки стали первые. Для многих это мероприятие стало толчком для того, чтобы заняться собой и привести к лету свое физическое здоровье в норму. Милеша Хакимова, Амаль Тимиров, Елизавета Охрименко. Неделя спорта. Далее на очереди спартакиада среди первых курсов Казанского федерального университета. На этой неделе дебютировать в соревнованиях за свой институт довелось юным профессионалам в шахматах и настольном теннисе. Наши корреспонденты побывали на месте событий и сейчас в своих сюжетах расскажут обо всем самым-самым интересном. В минувшее воскресенье 25 апреля первокурсникам предстояло впервые отстаивать честь своего института в спартакиаде по настольному теннису. Сначала спортсменам предстояло блестяще отыграть в групповом этапе, ведь только две лучшие команды из каждой группы имели право выйти в плей-офф. В этом году четверка лучших команд, которые развязали борьбу за медалями, образовали Институт математики и механики, Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт физики, Институт управления экономикой и финансов. Первый полуфинал. Мехмат против Института физики. Еще в первой партии спортсмены Института физики дали понять, что не собираются отдавать возможность побороться за первое место. С отрывом 5 очков первая победа за физиками. Огромное желание команд дало неоспоримое преимущество и победу во второй партии вновь забирают физики. Третья партия уже никак не могла повлиять на исход матча, несмотря на то, что игроки Мехмата смогли одержать верх. 2-1 физики в финале. Второй полуфинал. Ивмит против ИУЭФ. Данное противостояние шло на равных. Первая партия осталась за экономом. Победу во второй партии одержали математики. Решающая партия разыгралась между девушками. Представительница команды Ивмит, Линда Горелова, сразу вырвалась вперед. Но сохранить отрыв ей не удалось. Члену команды из УЭФ, Жанне Ханининой, удалось сравнять счет 6-6. Шла гонка, в которой никто не мог уйти больше, чем на 2 очка вперед. Никто не имел права на ошибку. В итоге в этом противостоянии Жанна Ханинина смогла добыть путевку в финал для своей команды. Финал. Физики против экономистов. Итог первой партии приблизил физиков к золотым медалям. Но результат партии среди девушек снова сравнял возможности. Все внимание было устремлено на Александра Астафьева и Айнура Гандуйдинова. Астафьев из команды физиков отставал от своего противника. Но в какой-то момент Гандуйдинов совершил сразу несколько ошибок. Сначала при подаче, а впоследствии при приеме мяча. Это придало уверенность спортсмену Института физики, и он смог в итоге завершить партию в свою пользу. Таким образом, чемпионом из спартакиада среди первокурсников под настольным теннисом становится команда Института физики. В финал выйти было очень трудно довольно-таки. Помогали моя команда. Они молодцы, поддерживали во время ответственного момента финального матча. Выход до финала был довольно-таки легкий, да, соглашусь. И представления не имел, какие будут соперники. Но все-таки финал был трудный, 2-1. Диана Урядова, неделя спорта. 25 апреля в спортивном комплексе «Уникс» прошли соревнования по шахматам в рамках спартакиады первого курса. За клетчатыми досками собрались студенты и студентки из самых разных институтов. Международники, врачи, химики, философы, филологи. Не обошлось без участия юридического факультета. Ребята с завидной регулярностью посещают шахматные соревнования и также регулярно покидают их увешанными призовыми медалями. Все без исключения игроки, учащиеся первых курсов. Классический состав команд первокурсников – три человека. Но на спартакиаде большинство команд выступали не в полном составе, что, впрочем, не мешало им упорно сражаться до самого Эншпиля, но увеличивало для команды риск технического поражения. Что касается тех, кто сумел добраться до полей шахматных сражений. Первокурсницы и первокурсники продемонстрировали явную заинтересованность в игре, применяя по ходу сражения самые разные стратегии и тактические уловки. Относительно новой в турнирной практике перуанский гамбит разбивался о ряды фигур, выстроенных по всем правилам славянской защиты. Нередко в качестве дебюта применялось каталонское начало, на которое противник отвечал лихорадочно, собирая ферзевые пешки в систему Версова. Особенно интересными выдались партии, участники которых ввели не классическое противостояние, нападение оборона, а те, в которых игроки бросались в атаку, не считаясь потерями. Подобное отрицание тактических приемов в стратегической игре вызывает диссонанс с привычным восприятием шахматных турниров. Но в то же время эти игровые моменты оказались самыми запоминающимися, из-за неожиданной развязки, из-за неподдельного азарта эмоций игроков. Согласно правилам спартакиады, в соревновании не было отдельных победителей, выигрывали командами. И по итогу нескольких партий из многообразия университетов выявили трех победителей. Учащиеся Елабужского института КФУ получили третье место. Юрфак, в этот раз выступавший дуэтом из-за отсутствия третьего игрока, унес в соревновании одну из наград – почетное второе место. А первое место и главный приз – блестящий кубок – достается троице из химического института. Егор Белоусов, «Неделя спорта». На этом сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Надежда Мещерякова и программа «Неделя спорта». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова